Ну, очень много проектов, над которыми сейчас мы в компании «Ланшоу» работаем, сочиняем, показываем, презентуем. Он сейчас работает в частной компании, но это больше, наверное, вопрос не ко мне, а к нему. В 2023 году, 1 апреля, будет, как я работаю на радио, 19 лет. Почти юбилей. Да, почти юбилей, да. У меня абсолютно развлекательного характера шоу, оно называется «То самое шоу». Да, вот радио для меня то же самое. То есть, бывает так, что ты там пропустил 2 недели, и вот здесь у тебя такое, знаешь, внутреннее накопление, хочется выговориться. И тот эфир, который после некого отдыха, он самый лучший. Там история вообще такая, мы в кочующие, как по ***. Можно же это в YouTube поднять? Ну, слушай, ну здесь, опять-таки, здесь вопрос-то не в заработке, я же говорю, вопрос в том, что для меня это хобби. 22 года, причем, вот, что интересно, мы за это время, мы уже как-то в другую тему писали, не перешли, за это время мы видели, как меняются ТОИ, как меняются мероприятия, как меняются песни, которые выступали, которые исполняют на мероприятиях. Сейчас пошла новая волна абсолютно независимых, не тиктокеров, нет, не скажу, абсолютно независимых молодых исполнителей. И что меня очень сильно радует. Привет, как вы, ребята? Да, все хорошо, спасибо большое. Что нового? Нового, ну, машина грязная у меня. Ну, обычно она чистая просто, а тут она грязная. И мне сейчас это единственное, перед чем мне неудобно, перед своим автомобилем, потому что хочется ее помыть на очереди на мойках большие. А так, в принципе, нового, очень много, если так, проекты, над которыми сейчас мы в компании Ваншолки работаем, сочиняем, показываем, презентуем, защищаем. Сразу был просто, а где Азамат? Сразу Азамат отошел сейчас немножко от творческих дел. Вообще? Да, вот отошел как-то после 40, видимо. Он старше, у меня на 2 года. Вот, и поэтому он сейчас работает в частной компании, но это больше, наверное, вопрос не ко мне, а к нему. Где он работает сейчас и кем, это больше к нему. От ивентов отошел, но его периодически, как и меня, приглашают на какие-то ивент-тусовки. Вот там впереди будут наши коллеги делать большую премию в области ивент-индустрии, свадебной индустрии, где мы оба в жюри будем присутствовать. То есть, и его пригласили в жюри, и меня. Ну, и мы с удовольствием там вдвоем проведем время, будем выбирать лучших ведущих. Wedding Awards в Казахстане называется. Когда будет? 26 апреля. Сейчас, да, в Астане, это впервые в Астане. Это делают наши, ну как, не конкуренты, а коллеги, да, с которыми мы дружим. Каната Яганов, привет Канату. Вот, поэтому 26 апреля будем выбирать лучших по разным номинациям. Ну и там будем, я в жюри буду присутствовать, и Азамат будет присутствовать, и множество разных других ведущих, специалистов в своих отраслях. Также будут с России ребята, ведущие приедут специально жюрить все это действие. Будет, ну, в общем, должно быть очень интересно. Ну, всегда любая премия, это загадка, да, то есть, поэтому будем надеяться, и я желаю удачи всем тем, кто участвует. Как дела обстоят на радио? Ну, слушайте, ну, здесь есть, если говорить про радио, мне, я в этом году, по-моему, в этом году. Урда FM? Сейчас на Урда FM, да. 1 апреля, вот, в 2023 году, 1 апреля будет, как я работаю на радио, 19 лет. Почти юбилей. Да, почти юбилей, да, и, разумеется, очень частый вопрос моих друзей, коллег, которые сейчас в разных отраслях работают, там, и на должностях и так далее, они говорят, слушай, ты не задолбался? А я так, я просто искренне говорю, что для меня радио, это некая отдушина, то есть, вот, у меня в 6 часов вечера начинается эфир. У меня абсолютно развлекательного характера шоу, оно называется, то самое шоу, да, это шоу без политики, потому, почему? Потому что, ну, я как продюсер этого шоу, я был сразу за то, чтобы политики как таковой там не было. Почему? Потому что сейчас в нашей жизни ее очень много, да, мы просыпаемся, смотрим инстаграм, мы видим депутатов, кандидатов в депутаты, мы видим, что там политические какие-то дела происходят, да, и люди от этого устают. Мы вещаем во время пробок, и люди едут с работы, они и так, да, они устали от всего этого, шеф задолбал, сотрудники тупят, да, и... Хочется, чтобы человек, который едет вот в это время с 18 до 20.00, включил радиостанцию УРД-ФМ, и просто слушал, слушал, как будто мы у него на заднем сидении сидим и балдеем просто, чтобы он просто эти два часа провел на расслабоне. Это откликся у вас здесь уже? Да, однозначно, потому что, ну, по крайней мере, это наша задача номер один, чтобы человек себя чувствовал комфортно, улыбался, и мы всегда в эфире говорим, ребят, ну, пробки пробками, да, нервная система, она не восстанавливается, поэтому даже если вы попали в пробку, сделайте громче приемник и два часа пробудите с нами. Улыбайтесь, все будет хорошо, вы обязательно доберетесь до дома, но это главный посыл такой нашей передачи, вот, поэтому радио это, ну, радио это жизнь, да, это радио это как, ну, как вы, вот, например, да, вы снимаете на камеры, вы привыкли постоянно что-то снимать, что-то мутить, да, и вот радио для меня то же самое. То есть бывает так, что ты там пропустил две недели, и вот здесь у тебя такое, знаешь, внутреннее накопление, хочется выговориться, и тот эфир, который после некого отдыха, он самый лучший, потому что у тебя накопилось дофига историй, ты там, есть что сказать, и ты приходишь, у тебя просто речь льется, у тебя такой подрыв настроения, ну, в принципе, у меня подрыв настроения каждый вечер, по крайней мере, я стараюсь это делать. Почему? Потому что мы все бываем в плохом настроении, но давайте правде в глаза, человек, когда включает нашу радиостанцию, нашу передачу, он не хочет слышать мои проблемы, правильно же? Он включил для того, чтобы повеселиться. Да, я могу в радио сказать, что, в радиоэфире могу сказать, что, блин, сегодня там, я не знаю, в очереди в цоне простоял, ну, чуть-чуть пожаловаться, такой, да, такой, чуть-чуть бытовухи своей добавить. Но, в целом, я стараюсь именно через приемник все-таки нести какую-то толику позитива, чтобы у людей вызвать улыбку. Я вообще всегда говорил, что эмоции, вообще, в принципе, это наша жизнь, эмоции движут человеком, да, то есть это могут быть разные эмоции. Но, в нашем случае, это все-таки больше такое, что-то хорошее, что-то, как я уже сказал, позитивное, в таком роде. Ты сейчас на УАРДА и ФН же? Сейчас на УАРДА и ФН. А с Астаной почему? Там история вообще такая, мы кочующие, как проститутки. Можно же, это же в YouTube. Короче, мы, я 8 лет отработал на, ну, альма-матор мой, это радио Астана, куда мы пришли в 2004 году, ну, эту историю я много раз рассказывал, пришли, начали работать с Азаматом, и, значит, отработали мы там 8 лет. Потом у нас было, мы там разругались, мы характерные парни, разругались, ушли, полтора года мы не вещали, потом нас позвали, короче говоря, была такая радиостанция, радио Салем, если помните, она была недолго, мы там проработали две недели, эта история прикольная, мы, значит, там проработали, Лига джентльменов, вот раньше была передача такая, ну, нашумевшая была, она зарождалась как раз-таки на Салеме, мы ее придумали, и мы 2-2 недели там выходили. Там твой братишка же, да? Нет, нет, это тогда, это позже, это позже, мы туда сразу пришли. Значит, мы пришли на Салем, Лигу джентльменов запустили, все, классно начали вещать, слушатель появился, все замечательно, и тут в курилке, значит, стоим курим, и директор радиостанции заходит через 2 недели и говорит, а, пацаны, я забыл сказать, я радиостанцию продал. И мы такие, в смысле, продал. А у нас была такая аутсорсинговая история с этой Лигой джентльменов, то есть мы там не получали, ну, как и сейчас, в принципе, я не получаю зарплату, я всегда в эфире говорю, нет, я не получаю, я не в штат, я аутсорс, я создаю программу и занимаюсь рекламой. Это реклама? Да, 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 да. Вот, и, короче говоря, закрыли эту радиостанцию, что-то я не помню, а, потом мы ушли, что-то какое-то, ну, пару месяцев максимум прошло, и нам звонят, открывается Орда-ФМ, раньше там было РДВ, радио для взрослых мышц, они сделали ребрендинг, сделали Орда-ФМ, и нас хотели на утро. Вот мы приехали на переговоры, и, значит, мы говорим, слушайте, ребята, ну, мы совы, по натуре своей, мы, ну, типа, в 7 утра выйти в эфир, у нас был опыт на радиостанции, мы решили как-то запустить утреннее шоу, это был просер вообще всей нашей радийной жизни, потому что, ну, мы просто, мы не выспавшиеся, мы не бодрые были, мы вечерние, мы всегда говорим, мы вечерние, и поэтому мы, короче, взяли время, по-моему, с 12 до 3, то есть не совсем утро, но с 12 до 3. В итоге потом все это перекочевало на вечер, то есть вот как сейчас мы вещаем. отработав на Орда-ФМ, отработав на Орда-ФМ, значит, на радио Астана в тот момент приходит наш товарищ, Кирилл Волков, вот, значит, он тоже с нами работал, он был диджеем, сейчас вот стал потом он директором радио Астана, и он периодически там встречается со мной, говорит, Антон, рассмотри, рассмотри, давай перейдешь туда, и так далее. Короче говоря, если бы сократить весь мой спич, переманили в свое время на радио Астана, поработав на радио Астана, ну, скажем так, там и руководство сменилось, и так далее, мы в итоге возвращаемся на Орда-ФМ на тех же условиях, и вот по сей день мы там пока, ну, я без азы, да. Ну, слушай, ну, здесь, опять-таки, здесь вопрос-то не в заработке, я же говорю, вопрос в том, что для меня это хобби, уже такое мое жизненное хобби. Это история, все почему-то многие думают, что радио, радиоведущие, ведущие передач, каких-то зарабатывают бешеные деньги. Нет, это абсолютный фейк, ты с этого много не зарабатываешь. Сколько месяцев? Слушай, я же говорю, у меня нет зарплаты, у меня все зависит от рекламы, но у меня реклама там, она общая, понимаешь, здесь как бы сложно сказать, сколько я зарабатываю, там, ну, вот у нас там спонсор часа стоит, спонсор, это 20 эфирных дней, стоит 400 тысяч. Ну, здесь, опять-таки, где-то бывают провисшие месяца, где-то бывает переизбыток этой рекламы, ну, и так далее. То есть здесь очень сложно, я не то, что там сейчас пытаюсь скрыть свой заработок, сколько я с этого зарабатываю, но просто это все такая история. То есть радио это больше про твою жизнь, ну, то есть это, я уже с этим 19 лет. Для меня это отдушина, я приезжаю 2 часа, я просто отдыхаю там. Это класс, какая-то профессия такая. Ну, вообще, знаете, такая поговорка есть, любая работа, а, любимая работа, это тире высокооплачиваемое хобби. Да, но, к сожалению, у нас не всегда так бывает, у нас бывает, ты любишь работу, а тебе платят мизер, да? Это вообще проблематика, как мне кажется, масс-медиа. Я этот вопрос часто тоже поднимал, что взять операторов, да, вот мы хотим сделать телевизионную программу какую-то, мы хотим сделать там бомбическое шоу, но при этом операторы получают там копейки. Что ты от него будешь требовать? Вот что ты будешь от него требовать? Ты будешь от него требовать новый кадр или подойди по-новому, посмотри по-другому, я хочу, чтобы ты включил весь свой творческий потенциал, да не будет он этого делать, потому что он стоит за камерой, в голове думает, так, блин, у меня ипотека через три дня, где бы взять, есть ли той, взять ли той, и потом выходит на той, то есть это проблема, да? Поэтому у нас, ну, к сожалению, очень мало, не скажу, что совсем нет, но очень мало качественных, там, телевизионных шоу и так далее. Получается, весь заработок у тебя идет все-таки от организации праздника? Ну, разумеется, то есть это основное, это компания, которая, мы занимаемся концертами, мы занимаемся частными мероприятиями, съемками, как и вы, прошу прощения, съемками занимаемся, как и вы, то есть это, разумеется, это такое основное русло, в котором мы все варимся, которое также бывает, что ты от этого устаешь, потому что мы, скажем, в организации мероприятий и в ведении мероприятий, мы дольше, чем на радио. Если я на радио 19 лет, то здесь, получается, 2001 года, ну, сколько, 22 года, 22 года, причем, вот, что интересно, мы за это время, мы уже как-то в другую тему писаем перешли, за это время мы видели, как меняются тои, как меняются мероприятия, как меняются песни, которые выступали, которые исполняют на мероприятиях. Это тоже своего рода, знаешь, так прикольно. То есть ты понимаешь, что ты такой? Исторически ты прошел несколько этапов. То есть я помню, знаешь, когда, там, мой друг, там, Дос, или, там, Медед Шайкелов, или Кайрат Байкенов, когда были такие в топе песни, «Я одинокий бродяга, любви Казанова». И они эти песни пели. Сейчас, потом был другой этап, потом был этап в Восточке, когда появилась группа Байтирек. Яртегин, знаешь, вот эти вот все напевы. Сейчас пошла новая волна абсолютно независимых, не тиктокеров, нет, не скажу, абсолютно независимых молодых исполнителей. И что меня очень сильно радует, вот сейчас, на этом этапе. Я вот говорил и в программах некоторых, это очень круто, что сейчас, вот плюс интернета в том, что сейчас я захотел петь то, что мне нравится, я записываю, я однозначно найду в сети тех людей, кому мое творчество импонирует. Сейчас получается возможности больше. Я думаю, что да, конечно. Не ленись, пожалуйста, вот даже как мы. Абсолютно. Захотели, да? Если раньше думали, как бы его там в седьмой канал куда-нибудь, да? Конечно, да. А сейчас с этим проблем нет? С этим проблем нет. Сейчас, ну как, проблема-то есть в плане денежных, не каждый может там себе позволить записать песню. Это другой вопрос, это финансовый. Но если есть эта возможность, то ты записав песню, Spotify есть, iTunes и так далее, есть, во-первых, лейблы. Но, к сожалению, это не наши. Этот вопрос мы тоже поднимали на многих совещаниях, что у нас нет лейблов, что нашим исполнителям приходится заключать контракты с российскими лейблами, с зарубежными лейблами и так далее. Это вопрос пока еще у нас висячий, вот с этими, значит, лейблами. Но мне очень хотелось бы, чтобы у нас в Казахстане появились свои монстры, вот в плане продвижения молодых исполнителей. Это было бы здорово, да? Да. Поэтому... Кстати, а можете сказать, как у вас с образованием профессия совпала? То есть... Вообще никак. Ну, ты знаешь, кто я по образованию? Нет, ну ты имеешь... Не знаешь, я... Я закончил в 2004 году Евразийский национальный университет по специальности преподаватель физической культуры, тренер по спорту. Да, то есть... Ну вот как меня занесло? Знаешь, занесло-то меня по-другому, знаешь, творчество началось тогда, когда... Я первый год, знаешь, отучился, еще более-менее учился, ну, типа посещал, там, тренировался, там, и так далее. А во второй год моего пребывания в университете я попал в КВН. Ну и все, и учеба заканчивается, как и у многих. Ты живешь только КВНом. Ну, в принципе... В принципе, КВН-то и привел к тому, что когда-то я там Азе в 2004 году сказал, блин, давай, короче, мне идея, давай ему сделай. А Азера закончил раньше, у него был выбор, ну, там, мама ему давай, он переводчик по образованию, ему мама хватит вот этим КВНом заниматься, ну, все же родители, да, это несерьезно, и так далее, давай иди в Министерство иностранных дел, ну, тогда возможность была там специалистом каким-то устроиться. И он маме сказал, мам, вот сейчас у меня, вот мы сейчас с Антоном пойдем предложим себя на радио, предложим программу, вот если не получится, то я все завязываю с этим, значит, делом и иду в Министерство иностранных дел. Ну, мы приперлись туда, обманув там охранника, мы эту историю часто рассказывали, мы приперлись на радио, обманув охранника, мы зашли, он говорит, вы кому? Мы говорим, здесь кастинг проводится. Охранники ничего не знают, нам нужно к руководству. Тот, знаешь, ну, типа, наверное, да, думает, чтобы не тупануть, он говорит, ну, да, проходите на второй этаж. Мы в тупую зашли на второй этаж, зашли к директору, здрасте, вот мы Азамат Антон, мы хотим работать на радио. Нам говорят, ну, окей, ладно, с чего это вы решили, что мы вас возьмем? Ну, раз вы пришли, давайте запишем ваш голос. Мы пошли, значит, в студию записи, записали наш голос. А мы еще раньше, знаешь, что прикол, мы рали мышц КВН, а раньше в КВН было модно, мы орали все. Вот если вы помните, мы с тобой одного года, раньше все орали, типа, знаешь, выходили такие, там, знаешь, типа на сцене, друзья, ну, а прямо сейчас на этой сцене случай в аптеке. Вот почему-то нам казалось, что так больше экспрессия, а радио, оно немножко про другую историю. И мы, соответственно, читали, как мы в КВН, там, друзья, добрый вечер, это Антон, и Азамат, и, короче говоря, я первый раз в своей жизни услышал свой голос в записи. И это был ужас. Я не помню определение, есть теория, ну, в смысле, название этого всего, когда человек слышит свой голос в записи. То есть мы вот своими ушами слышим голос по-другому, да, и потом, когда слышим запись, это ужас просто, я Азе говорил, у меня еще хриплый голос, я хриплю, ешкин кот, я говорю, Аза, блин, может, ну, вы нафиг, это радио, что-то, по-моему, не про нас. Мы выходим, все, нам говорят, ну, ребят, записались, если что, позвоним. Все, мы выходим, и нас, значит, буквально, по-моему, в этот же день, нам сказали, окей, давайте, только вы будете выходить в записи, а мы привезли, мы программу придумали, смехотерапия называлась, то есть КВН по радио, мы показывали, не показывали, а рассказывали скетчи только через радио, все, что можно было обыграть голосом, мы это все рассказывали. Ну, вот с того времени, собственно, и зародилось это, потом уже нас допустили там в прямой эфир, ну, и вся история дальнейшая пошла. Мои носки, вы засняли мои носки, кстати? Да. Козырный, это мне товарищ Кент привез с этого, ну, мы сейчас пойдем, поговорим еще, носки крутые, у нас, короче, с товарищем есть, мой лучший друг, мы друг другу всегда привозим, кто в какую страну летает, я люблю кепки, ну, чаще всего мне кепки привозят, но тут, короче, честно сказать, некогда было, я уже, перед вылетом тебе носки купил, ну, короче, у меня носки от моего друга, Артем, привет. Шикарный подарок. Да, прекрасный подарок. Можете рассказать, что означает для вас семья? семья, это, святое. Святое, знаешь, когда я понял, что такое семья вообще, да, то есть, я женился в 21 год, и до 21, я, ну, как бы, жил, ну, как и все пацаны, то есть, ты живешь, что-то общение, там, подруги, там, так далее, там, с женой, начинаешь дружить, да, то есть, это все до определенного момента. Вот, когда у меня появилась дочка старшая, там, мне уже 22 там было, получается, вот, вот в этот момент, когда я увидел ее, и когда у меня в моей голове, знаешь, такой, тумблер как-то переключился, когда ты понял, что ты живешь не ради чего-то, а ради кого-то. Ну, Ну, то есть, мы все, мы все, для нас семья, да, это, мы, мы как взрослые люди, мы что же хотим? Мы же хотим сделать там, заработать денег, чтобы обучение дать нашим детям, в чем не нуждались, и так далее, и так далее. Поэтому семья, это, ну, это святое, да, это то, ради чего ты живешь, то, ради чего ты дышишь, двигаешься, придумываешь, ну, и так далее. Это очень важный момент. Вообще, семью, ну, и с годами, вот, например, да, если мы затронули, это такая очень спитильная тема, вот, я всегда говорю, и по радио, да, и в принципе, в инстаграме, я говорю, ребят, звоните мамам, да, вот, пока вот есть, дай бог, здоровье всем нашим мамам, я вот сейчас маме звоню, ну, два раза, как минимум в день. Я раньше, когда мне говорили, ну, я, я что же так, знаешь, мог неделю не звонить, да, а сейчас я по-другому на эту всю ситуацию смотрю, когда вот ближе к сорока сам, да, дочка уже старшая, взрослая, и ты понимаешь, что каждый звонок, это очень важен, очень важно не просто позвонить, очень важно спросить, как дела, поговорить ни о чем, просто поговорить там о каких-то, рассказать свои проблемы, почему, потому что для мамы, сколько бы ей лет не было, и сколько бы тебе лет не было, ты всегда стоишь ребенком, да, и даже тебе сорок, но ты расскажешь, вот мам, да что-то, блин, вот что-то там на работе, там проблемы, понятно дело, ты сам можешь это решить, ты взрослый человек, но ей очень важно услышать, ей очень важно сказать свое мнение, и очень важно ее в этом моменте выслушать, очень важно заехать к маме на обед, если она живет там не с вами. И вот эти минуты, эти ценные минуты, их нужно очень сильно ценить. Так же, как и с отцом. Чаще всего просто отцы более холодны, скажем так. Типа, батя, как дела? Да, нормально. Что такое? Да все нормально, нормально. Что, да приболел? Ну давай, выздоровай. Все, давай, потом позвоню. Вот и закончится. С мамами это немножко другая история. Поэтому, друзья, звоните мамам. Каждый звонок это дороже золота, поверьте. Сколько детей у тебя? Двое. У меня две девочки, да. У меня старшая 17 лет. Вот 18 в июне будет. И младшая 14 лет. Вот тоже такие возраста, и это тоже очень интересно. Всегда очень часто хочется вернуть то время, когда они были маленькие. Знаешь, когда папа, папа, я с тобой. Сейчас же папа уже... Репетирую. Это тоже приятный... Привет, приятный. Ты знаешь, вот, кстати говоря, насчет сына. Мне все говорили, вот у тебя две девчонки, надо сына, надо сына. Вот честно, я сейчас не лукавлю, я говорю как есть. Когда, вот у меня же супруга была беременна первым, да, я когда узнал, что девочка, у меня не было вообще никогда, как у многих парней и мужчин, что типа, блин, надо сына. Вот никогда у меня такого не было. Может, почему? Потому что у нас три брата, и мне наоборот хотелось девочку, ну, в плане того, что девочки же они к папам ближе. Очень много стихотворений в интернете про пап, именно от лица дочек. Я там репост делал, там, да. Дочке это круто. Дай бог, если Всевышний даст, то будет там третий, если нет, ну, как бы здесь... Здесь уже немножко сейчас, в 40 лет ты подходишь к этому уже немножко по-другому. Потому что все равно это возраст здесь, супруги здоровья там, ну, и так далее. То есть, ну, там много аспектов, которые, если идти на это, нужно на них обязательно смотреть. Не так просто забабахал. Более серьезно. Ну, конечно, да. Потому что если ты молодой, когда тебе там 21, ну, ты что... А когда тебе уже за 40, здесь надо задумываться, то есть уже подходить к этому вопросу более осознанно. Расскажи какую-нибудь историю смешанную. Не знаю, по радио или где-нибудь. Я же говорил про историю, сейчас спросят. На радио у нас, ну, был... Ну, давай я про радио расскажу. Такая ляпа называется, да. Мы работаем в прямом эфире. У нас была передача, Салтанат называлась. Салтанат, да, поздравительная программа. Это далеко, давно было. И, значит, звонит парень. Ну, мы, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Ну, условно, Жанат. Жанат, здравствуйте. Что у вас? Я хотел бы привет передать. Вот там тому-то, тому-то. А также хотел бы передать привет Серикову Ерболу. А этот Сериков Ербол прямо возле у трубки вот так вот сидит. Ну, он же слушает, типа, на радио уже дозвонились. И он прямо в трубку говорит, а мы в прямом эфире. И он прямо в трубку говорит, э, ты нахуй о мою фамилию говоришь? И это все, разумеется, полетело в эфир. Ну, на тот момент нам было не смешно. Мы думали, нас уволят. А с другой стороны, мы потом поняли, что, ну, за что нас увольнять? Мы же не можем предвидеть, что скажет слушатель. Ну, это... Таких историй их очень много было. Прямой эфир, те, кто работал в прямом эфире, наверное, тоже работали. И на телеке. Столько ляпов бывает, что и у нас был случай на радио, приходят новостники, там, ну, такая, этот... Ну, диджей сидит, радиоведущий. Приходит новостник читать новости. Ну, и, как всегда, новости заканчиваются к новостям спорта. И это, значит, сидит серьезным этим, читает там новости, новости, новости. Итак, сейчас к новостям спорта. Вчера в Алматы прошел чемпионат Азии по боксу. Призды получили. Это такие, это ляпы, это, понятное дело, просто где-то человек там заговорился и... Но при этом это спешит, что было. Сейчас какие-то дела обстоят? То и идут? Нормально? Да, нормально все идет, то и идут. Они у нас... Заказы есть? Заказы есть, слава богу. Почему? Потому что мы все, как и вы, да, и как все казахстанцы, да, весь мир, мы пережили очень сильную, серьезную такую... Да. Да, пандемию. Что самое интересное, когда вот это все начиналось, когда вот только первые, знаешь, такие отголоски пошли, там, с Китая и так далее. Мы же все же думали, что это далеко, это нас не коснется, как любая, не дай бог, беда, да. Но здесь это коснулось. И мы всегда были убеждены в том, что вот всех коснется, но мы, казахи, своих детей по-любому женим. Знаешь, типа, наша сфера это не коснется. Ну, подожди, я к этому приду. Но потом бац, и в один день, по-моему, 16 марта, если я не ошибаюсь, да, локдаун, ну, в смысле, закрыли все у нас. По-моему, 16 марта. И мы такие, бах, и ты понимаешь, что как, в смысле, там, гулять нельзя. И это депрессняк, откровенно скажу, потому что, ну, ты привык этим жить, ты привык там встречаться с клиентом, привык их женить, а тебе тут бац, нельзя. То, что о чем ты говоришь, что были, ну, да, были, потому что у кого-то, ну, обойдя, так сказать, закон это все делали. Почему? Я их этих людей тоже понимаю. Понимаю те, понимаю те рестораны, которые это делали, потому что есть штат людей, все кушать хотят, да, не каждому дали эти 42 500. Ну, короче, это вот то, что было, типа, были то и в понедане, да, они были, но что они там сильно кормили? Ну, они не сильно, а это просто нажили-были. И люди, и ивентеры, и рестораторы, они выходили из-за нужды. Из-за нужды. Этот вопрос поднимался и пытались это на государственный уровень вынести, что, ну, вот есть сфера, а ивент-сфера, она, ну, никак не застрахована. Она, ну, реально, она нигде не значится. Хотя при этом, ты же понимаешь, сколько людей здесь работают в ивент-сфере? Операторы, звукачи, ведущие, организаторы, танцоры, бэнды, да их дофига позиций, оформители и так далее, и так далее. И они просто, ну, они вот, типа, вот, государство, вот мы 42 500. И то, не всем 42 500. Тебе дали? Мне один раз не дали, потом дали. Вот мне потом, мне дали потом 21 200, а, 21 250. Помнишь, да, что-то такое. Вопрос в том, что, понимаешь, я понял, насколько, у меня, короче, когда пандемия началась, типа, было прикольно, я в подъезд выходил, там, покурить, и такой, поначалу, такой, о, день отдыхаешь, о, прикольно, прикольно, прикольно. По какой-то момент началась паника. Но в плане, моя внутренняя паника, я за это огромное, вообще, спасибо моей супруге, что она мне вообще за время пандемии, о, сколько мы там сидели, а мне вообще мозг не выносило. Она понимала, насколько, насколько мой мозг сейчас работает, я понимал, что, блин, ну, надо на что-то жить и что-то двигать. Мне повезло, что, вот, ты ранее вопрос задавал, сколько я зарабатываю на радио, мне очень повезло в пандемии, что, я выходил на радио, и контракты, которые у меня были на тот момент, там, да, какая-то отошла, то есть, пандемия, мы, ну, стопорим, это форс-мажор, это хорошо, но есть, была другая компания, которую не остановили, и которым не оплачивали рекламу, то есть, мне вот эта ситуация, она очень помогла, что, вот, было радио и был спонсор, который оплачивал, за это им огромное спасибо, вот, и, вот эти 14, а потом паника, понимаешь, и ты такая, ну, не то, что депрессняк, ну, ты внутри, там, такие маленькие Антоны, бегают, Антошки, и такие, так, что делать, что делать, что можно сделать, что можно замутить, я реально, ребят, я начал, у меня там товарищ занимался цветами, я сижу дома, я нихрена не делаю, я ему звоню, слушай, давай я тоже цветами, у меня база есть, у меня там знакомые есть, давай, окей, я начал, там, в соцсети выставлять цветы, петунии, то есть, ну, это вот, возвращаясь к тому вопросу, что, шоумены, такие бабки взрываются, и так далее, да нет, мы такие же люди, я начал продавать петунии, я с одной петунии имел, давай, я в итоге продал там этих петунии, что-то там на 14 тысяч в тенге, но честно скажу, я этим 14 тысячам радовался, очень сильно, потому что, вот, и вообще, нас пандемия научила, на мой взгляд, ценить, и считать деньги, потому что каждый из нас, когда получал эти 42 500, он, он их ждал прям, он их прям ждал, даже если у него была подушка какая-то, он ждал, и после этого я уже начал, немножко по-другому мыслить, экономить, экономить на определенных моментах, не на всем, но, но, да, то есть, более взвешенно, более взвешенно подходить к тратам, вот так, с какими звездами, прям вот, как друзья общались, ну, вот такие близкие, прям, очень близкие, вот Кайрат Байкенов, это, ну, наша страна, мы не сказать, что прям близкие, но мы, когда мы видим все, мы очень хорошо сидим, у нас есть там определенные места, куда, где мы, где мы так сказать, мы ее называем, столовая наша, ДОС, разумеет, но ДОС, мы этажи, они более старшие, то есть, и Кайрат Байкенов, я к ним, как к старшим братьям отношусь, потому что, ну, их очень сильно уважаю, потому что, и они всегда открыты в мою сторону, и я, разумеется, в их сторону, ДОС, Кайрат Байкенов, Ринат Малцагов, Адам, ДОСТАНУ РАЗБЕЙКОВ, да с кем мы общаемся, я говорю, не скажу, что мы прям, вот там, прям кентубасы такие, что мы там не можем без звонка, с Азаматом? с Азамат, Азамат, семейный? Да, у меня дочка, вот, когда в субботу ночевала у него, ну, я не ночую там, по определенным причинам, что я, все-таки, у меня свой дом есть, ну, а дети, да, они дети, слава богу, они общаются, они видятся сейчас, чаще, чем мы с Азой. Азамат участвует вообще в организации? Не, не, я же говорю, он отошел сейчас, да, да, он отошел сейчас. Расскажите, какая у вас есть мечта на будущее? Давайте сейчас, политические эти, Жанна Казахстан, чтобы это были не просто слова, вот, если вкратце сказать, вы это можете цитаты, Жанна Казахстан, чтобы это были не просто слова, потому что сегодня очень много, много обещаний, много каких-то лозунгов, которые, по сути, за 30-летие наши, независимости, должны были уже давным-давно состояться, там, я не буду называть там какие-то лозунги определенных партий, я не хочу, я политичный человек, я не хочу сейчас окунаться в эту всю тему, но некоторые лозунги некоторых партий, ну, вызывают как бы, типа, а почему вы сейчас об этом задумывались, а не когда-то? Я очень хочу, чтобы, ну, все менялось в правильную сторону, чтобы молодежь, которая подрастает, мы уже даже больше не о себе думаем, о наших детях, чтобы они могли работать открыто, честно, без всяких подводных камней, да, чтобы у них было открытое поле, вот у нас, Казахстан славится степями, да, вот я желаю, чтобы вот так же, как наши открытые степи, было государство открыто к нам. Это было бы здорово. Да, это если вкратце говорить, вот то, о чем я мечтаю, ну, скажем так, в глобальном, в глобальном понимании, не мечтаю машину поменять, если таких мелких, но я шучу, я машина, это, я такой, я однолюб, я там на машине езжу с 2014 года, я местный, да, я цельноградский, да. Надо несколько квартир? Нет, зачем? На дна квартира у меня, ну, мамин, две квартиры, нет, на правом берегу, я люблю правый берег, я всю жизнь вырос, на правом берегу, для меня сейчас вообще, в принципе, у нас сейчас офис на левом берегу, я поначалу тоже здесь терялся, но он как-то, ну, не по мне был, я просто всю жизнь жил на правом берегу, ну, там, тусовались, двигались по району, и он как-то родной, я даже едешь, знаешь, когда сейчас, там, по улочкам, где ты там когда-то шарохался, это приятная такая ностальгия. 31-й школе я учился, это прямо самый центр, старый центр, мы там учились, я с первого по 11 класс там отучился, ну, было классно. А расскажите еще, переломный момент какой-то в жизни был, сильный, мотивационный, что-то такое, может кому-то это поможет, в жизни тоже? Мотивационный момент, ну, их было, наверное, там, несколько, вот один из, это, вот я рассказал, пандемия, да, когда, вообще, человек, когда попадает в кризис, как мне кажется, это мое глубокое такое убеждение, у него начинает, как говорит Эркюль Пуаро, известный персонаж, Агата Кристи, да, у него начинают работать серые клеточки, не в том простом режиме, к которому они привыкли, ускоряясь очень сильно, то есть, в этот момент, в кризисный, в депрессионный, в процесс, в момент паники, человек, его мозг начинает выдавать идеи, о которых он бы там, ну, даже не задумался, то есть, опять-таки, это что же движет, вот я говорил ранее, семья, как там ребенка, так, и ты начинаешь искать, вот я петуни, так, пофиг, давай петуни, я там оттуда что-то заработаю, так, реклама, какой можно, какие рекламные ходы можно сделать, ага, так, ладно, у меня есть инстаграм, вот здесь очень важно, чтобы в такой момент, ну, кто-то уходит в себя, и таких примеров очень много, да, кто-то пить начинает, типа, все плохо, да, и так далее, а вот, ну, по крайней мере, у меня, таким мотивационным пинком, является, вот именно, как я сказал, то есть, то, как завтра будет жить моя семья, и это меня подпинывает, вообще, должен быть всегда рядом человек, человек, с которым ты можешь поговорить, как о работе, так и, в принципе, о жизни, ну, женой, да, ну, мы с женой разные, абсолютно, но мы разговариваем, конечно, это, женой, конечно, больше мы разговариваем о семей, продовольственной, продовольственный магазин, свой, да, ну, она при этом сама там, ну, как там, предовцы, и она сама тоже выходит, как продавец, ну, то есть, абсолютно, простой и сложный, очень сложный бизнес, очень сложный, то есть, да, многие говорят, о, сейчас продовольствие, да, они лупят цену, да, нифига, ребят, ну, цены растут в общем, поэтому растут цены и в продовольственном магазине, это сейчас защиту всех продовольственников. Антон, а ты какой в детстве? да, я спокойный был, ну, как, я всегда был такой балагур в плане, там, КВН, ОВН, Петя, там, мужикальную школу закончил, да, активист, курить рано начал, как и все дети 90-х, то есть, нам же на тот момент казалось, чтобы круто быть сигаретой в 11 лет, ты такой за школой куришь, ты уже типа взрослый, я не был драчуном, ну, мы дрались, но не до такой степени, чтобы там, прямо, знаешь, там, я тусовал, тогда же бригады были, я там тусовался с некоторыми из них, да, благо сейчас многие, в школьной дискотеке ты по-любому диджеем был? нет, никогда не был диджеем, никогда не был диджеем, я в школьных дискотеках, я просто, ну, был, мы тусовались, тогда школьные дискотеки просто в момент нашего, там, как раз свет выключали, ты знаешь, где это была арена, вот интерконтиненталь, где, вот там арена была, клуб арена, и там делали школьные дискотеки, на абайд, да, да, и там делали школьные, и там, ну, не нужен был ни МС, ни диджей, потому что это клуб, и мы туда приходили, потом, к сожалению, вот сейчас, понимаешь, насколько мы такие конченые были, тогда была такая популяризация, одна свая, понимаешь, а там темно, там приведет, со всех школ там собираются дети, ну, как дети, там, 10-й, там, 9-й класс, и это все с насваем, а там нифига не видно, а там же сплевать надо, и ты вот это, блин, ребята так не делайте, и да, и когда, никакой кулёк, блин, салам алейкум, пол есть, и всё, и когда свет включали, там просто весь, знаешь, блин, как твари конченые, просто весь танцпол заплёванный, знаешь, это жесть просто, ну, вот, и мы туда ходили, в Целинограде, ну, это приятные такие воспоминания, в Целинограде, первый бизнес в Целинограде был, тогда на Абая была, была какая-то, не помню, вот где, Бутя там раньше была, Бутя, короче, спортмастер, или не спортмастер, или что-то какое, мегаспорт, мегаспорт, и там, короче, продавали жвачки, вот первые, ближе к Варихану, да, по Абая, и там продавали жвачки, что-то по полторы тенге какие-то, бизнесом не зашли, мы там что-то было, мама, я взял денег, пошел, купил этих жвачек, там, сколько-то, и это было, знаешь, не бизнес, а выпрашивание денег, я вот так подбегал, здрасте, частенько, купите жвачку за 3 тенге, да не нужна, ну, пожалуйста, купите, ну, классная жвачка 3 тенге, возьмите, да не надо, и было ли такое, значит, что у меня, типа, донать тебе 3 тенге, только, типа, отстань от меня, но при этом, мы там, старший брат, он занимался приемом тары, вот это вот первый мой такой, прием тар, бутылки принимали, вот, и, значит, мы собрались ехать в лагерь, детский лагерь, уже более взрослые мы были, там, класс 9, наверное, и я, значит, дурик, там, две недели остается до того, как ехать в лагерь, мы там с ним сели, что, король, мы втроем едем, что, пацаны, давайте, сколько там денег скидываемся, ну, чтобы там, мы же уже, типа, взрослые, давайте свои деньги, чтобы у родителей не просить, там, что, поскольку, давайте по две тысячи тенге, это, ну, 90-х годов, это нормально, по две тысячи тенге, туда-сюда скинемся, все, а они работали, там, двое из них работали, как раз у этого старшего брата, одного из них, в бутылоприемнике, я говорю, я пойду, короче, к твоему брату общаться, чтобы меня он тоже взял, и я иду, я же не смышленыш, я прихожу, я говорю, слушай, ну, этому брату, говорю, мы едем в лагерь, ну, как обычно, знаешь, ты должен там, пришел, типа, вот, я готов у вас поработать, возьмите меня на работу, там, на 14 дней, типа, и услышать от него, сколько он заплатит, а я, дурик, я в лоб, знаешь, такой, я готов отработать у вас 14 дней, у тебя, и ты мне заплатишь 2000 тенге, он такой, окей, давай, и вот все пошло, и мы принимали бутылки, фасовали их в мешки, ну, видели, как вообще фасуется, то есть мешки, в мешок лазит 50 чебурашек, чебурашки помните? Да. Вот так фасовали, вот так фасовали, вот так три бутылки, и вот так две бутылки, ну, в мешок вот так вот, короче, потом мы же там целый день торчим, ну, во-первых, мы всех бичей знали, этого района, это на молодежке было, потому что там приносили, что только не приносили, и бутылки, и ворованные какие-то вещи там предлагали, и калькуляторы, и так далее, и так далее, вот, и драки были между ними, но это все происходит, потом нам стало скучно, мы давай устраивать чемпионаты по фасовке этих, ну, потому что сидишь целый день, прикинь, ты там сидишь, вот это бутылки, и мы давай там на скорость, короче, засекать кто, и я, короче, фасовала, сейчас не соврать, боже, совру, ну, что-то там мизер был, я тогда победил, полторы минуты, и что-то такое, минуты двадцать, такое, вот, вот эти бутылки фасовали, и закрываешь, и все время останавливается. Вот самое большое мероприятие, потом уже, через годы это было, был большой open air, Муз-ТВ проводили, вот это был самый большой мероприятие, которое я вел, там было насчитано, сколько-то, сто тысяч человек, или даже больше, сто тысяч человек, то есть там, это было на пирамиде, и там просто, мы выходили на сцену, и мы там конца и края не видели, там просто так-так, это, ну, это очень круто, там, ты понимаешь, что ты там, там все, блин, почти вся Россия, все российские звезды, почти все казахстанские звезды, там были, то есть, и ты такой, просто, Анна Седокова, и когда тебе Седокова, знаешь, говорит, она там по сценарию стоит, типа Азамат Антон, объявляют Анну Седокову, и я ей перед этим, мы стоим за кулисами, разгариваем, и говорю, Аня, сейчас я вас объявляю, и вы выходите, ну, мы уходим, вы остаетесь, он говорит, Антон, ну, что я там одна останусь, давайте с вами, короче, это же прикольно, когда Анна Седокова тебе говорит, давайте с вами, и, ну, реально, мы ее объявили, она вышла, мы с ней пообщались очень классно на сцене, там объявили, там, Диму Билану, там, или еще кого-то, да, и ушли, и это было, конечно, там энергетика бешеная была, бешеная была. Сейчас, подлышите, вообще? Ну, во-первых, я сейчас брал, скажем так, я брал, условно говоря, годовой, как Академ, на ведение, я не вел, то есть, у меня немножко, я перегорел поведение, не то, что перегорел, подустал, вот, сейчас, я думаю, все-таки, нужно восстановиться, то есть, я сейчас буду вести мероприятие, но не все, то есть, уже здесь выборочно, да, концерты мне интересны, даже, в принципе, те же свадьбы, они интересны, смотря в каком формате и с кем вести, вот, и поэтому, ну, сейчас вот буду заниматься тем, что, ну, все-таки, в это направление тоже буду вкладывать свои мозги, вот, такие дела, ребят, а так, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, улыбайтесь, дарите людям эмоции, будьте счастливы, и как, да, что, что, как он, Алга, Казахстан? Все, давайте, все, спасибо, спасибо.